Я прилетел в Гоа два дня назад. Надо выбираться, хоть что-то посмотреть. Договорился встретиться с Настей в городе Каламбуд. Я не знаю, где это. Буду искать. Байк у меня уже есть. Она сказала, что это минут сорок езды от пляжа Арамболь. Вот, кстати, этот пляж. Ещё сегодня вечером, я думаю, рискнуть и поехать в Хамбе, на мопеде. Это далеко, ну как далеко, 345 километров. Тут очень много байков. Надо найти свой. А вот и он. Ну что, поехали? Сижу в индийском EFC в Туангуте, в Тунастю. Тяжко. Тяжко после такого отдыха двумевного. Надеюсь. Я всё-таки отойду. И вот мы и встретились с Настей. Без сапога, друг гидер, без умида. Из этой улицы пропадают. Тамболе на самом деле не скучно, просто там прогорает жизнь. Да, и она прогорает очень быстро. Надо что-то менять и куда-то двигаться, и что-то делать. В общем, я всё-таки решил не ехать в Хамбе на мопеде. Да, в Хамбе на мопеде это... Я решил поехать завтра в Бонбей на спитер-бассе, скорее всего. Ну, или если получится на поезде. Вот так. Ещё заехал по Натже погулять. А сегодня... А сегодня... Значит, сегодня буду делать. Посмотрим. Мы сейчас не вечно, мы сейчас не вечно погуляем. Настя завтра везёт экскурсию в Кокарно. Это место... Не играет на Оскар-оу. Если признаться, мне на самом деле очень дуёво сейчас. И Насте осталось сидеть в кафе. В принципе, у меня такое состояние, что я не знаю, чем себя занять. Хочу съездить в Бонбей или... Вообще, что происходит, а? Данки оказались слишком дороги для меня, с сигаретами. Пришлось купить ВИН. Типа ВИНСТА, но как хуже. Кстати, мы сидим в кафе. Если видно название, оно называется Кафе Мача. Если я не сказал, Настя работает экскурсоводом. Она возит экскурсии с Гуа, обычно в штат Карнатека. Там куча навоза, люди поклоняются коровам. Грубо говоря. Вот. И она мне рассказала довольно интересную историю про... Тантристов. Есть правые тантристы и левые? Самое интересное про левых тантристов. Это люди. У них смысл жизни в том, что чем хуже, тем лучше. То есть, чем хуже ты живешь, тем лучше потом будет, после смерти, я так понимаю. То есть, при жизни они морально разлагаются, там устраивают оргии. То есть, если индусам, нормальным индуистам нельзя спать с проститутками, прокаженными, еще какими-то людьми из низших каст, то этим, наоборот, это хорошо. Вот так они, собственно, и живут. Довольно интересно, правда? Настя, скоро остались звездой Болливуда. Ты видишь, что так головой делают? Да нет. А, нет. Соградайте место, мы кормим в серверах. А потом мы поедем в Джус-центр. Это соковый центр. Это маленькое, злачное место, где-то сюда все великие, такие, с пальцовыми людьми, или с другими людьми, и все, и все, и все, и все. Сейчас мы с Настей. Куда мы поедем, Настя? В общем, я живу в таком районе. У меня, в принципе, нормальный дом, такой хороший, в принципе, дом. Но вокруг него живут какие-то маргиналы. Там настоящие индийские трущобы. Я боюсь. Я называю, что я живу в Бронксе. В Каламурском Бронксе, в таком гетто. Заценим. А я еще хотел бы в Бомбей залезть в трущобы. Не, ну, конечно, у меня намного лучше, чем трущобы в Бомбее, но просто там каждую ночь кто-то харкает, а-а-а-а. Жесть. А каждое утро кто-то там тоже кричит. В общем, какие-то вокруг люди такие очень темные. Приехали в трущобы. Ну, на самом деле, дом приличный. Большой, хороший дом. Кухня. Нет, здорово, здорово. Я, в самом деле, с удовольствием выжил. Кто в нем до этого живет? Ну, какая-то, видимо, семья, не знаю. Тут очень-очень злая хозяйка Бетта. А почему злая? Ну, она какая-то дура. Не хочет нам цель внушать. Ты будешь чай? Нет? Давай, с удовольствием. Ящерицы, смотрите, у Насти ящерицы большие живут. Да, у нас живут очень многие ящерицы. До этого были еще тараканы. По сравнению с тем жильем, которое снимаю я, Настин дом, это просто дворец, там, шахерезады. Я сегодня постараюсь снять мое жилье. Это, можно сказать, этот притон. Огромные щели между крышей и стенами. Просвечивается небо. А в крыше тоже просвечивается небо. Так что, если пойдет дождь, вся моя кровать будет мокрая. И вообще все будет мокрое. Меня окружили коровы. Не знаю, как пройти. Вот одна. Здесь мопед, она может мне лягнуть, когда я пойду. Вторая, она может мне забодать, когда я пойду. Попробуем. Да уж. Стремно. Мы приехали, мы куда-то приехали, в джилл-центр. Посмотреть, что здесь вообще как. Привет, коровка. Вот такие коровы в Индии. Вполне миролюбивые. А вот тут есть коровы побольше. Это страшнее. Объедать чей-то мопед. Вон еще две. И вот еще одна.